здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем делать воротник для нашего свитера зефирка существует много различных способов для того чтобы сделать воротник и чтобы наша горловина была красивая можно связать отдельно потом прикидливать все это но здесь по рисунку по моей задумке рисунок на полочке на переде свитера должен плавно перетекать в рисунок на воротнике и поэтому у нас будет цельный воротник который мы будем вязать по кругу вот здесь вот на набрав петли петли я оставила спереди петли я оставила сзади и сейчас я просто провяжу их набирая вот здесь недостающие петли я беру нитку соединяю ее и просто начинаю провязывать так как здесь у меня получается изнаночный ряд то буду провязывать по рисунку изнаночным рядом соединяю петли при этом хвостик должен остаться на изнаночной стороне изделия и вяжем дальше по рисунку как я сказала на этом изделии рисунок будет продолжаться на воротнике при этом у меня петли переходят с запасной спицы на основную спицу для вязания воротника мы вяжем там где изнаночные изнаночные где лицевые вяжем лицевые чтобы у нас сохранился рисунок нашего жгута у нас закончились петли на запасной спицы и сейчас мы будем набирать петли там где у нас их не хватает при этом будем вытаскивать петли из из петель которые находятся рядом так чтобы у нас шовчик небольшой остался на изнаночной стороне я перевожу нитку на изнаночную сторону беру в руки крючок и вставляю крючок с лицевой стороны изделия в нашу петлю на впереди вот так крючок вставила и вынимаю петлю вперед при этом можно сразу надевать ее на спицу ну а можно сначала оставить на крючке а потом провязать я решила надевать на спицу и Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом я набрала от оставленных петель от рисунка спереди свитера по краюшку 30 петель. И дальше у нас опять запасная спица, которую мы вытягиваем и провязываем. Здесь немножко затянулось у меня, потому что переплетение попало как раз на запасную спицу. И так мы провязываем, но при этом рисунок на спинке мы не сохраняем. Таким образом мы вяжем все лицевыми петлями. Есть много способов вывязывания лицевых петель. Я вяжу вот так. Я так привыкла. У меня так аккуратнее получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... я набрала петли по всей горловине теперь и буду вязать по лицевой стороне сначала я хотела сделать вот здесь застежку и поэтому собственно говоря начинала набирать на изнаночной стороне но я передумала горловина будет сплошная и поэтому я разворачиваю и буду вязать по лицевой стороне набирали на круговые спицы поэтому нам собственно говоря все равно я решила оставить вот эти три жгута которые будут переходить на горловину а все остальное будет вязаться платочной гладью поэтому один ряд мы вяжем сейчас изнаночными петлями второй ряд будем вязать лицевыми петлями при этом сохраняя вот здесь три жгута по рисунку на в центре лицевой части в центре переда нашего свитера и так у меня на спицах 127 петель и я продолжаю вязать вот так по кругу сохраняя 3 центральных жгута вот эти три жгута сохраняю центральный все остальное вижу платочной вязкой вот здесь платочная вязка и так мы будем вязать ну примерно так сейчас и так мы будем вязать 10 сантиметров сохраняя вот такой узор ну а дальше когда провяжем я покажу что будет дальше и так связала я горловину у нашего свитера вот места где я набирала петли здесь по рисунку вообще ничего не видно и здесь получается я связала 10 сантиметров узором здесь вышла раз два три четыре переплетенные жгута у меня спереди 5 жгутов и я все-таки решила что сзади у меня тоже будет узор и сзади четыре жгута дальше я продолжила вязать без переплетений просто по узору для того чтобы завернуть это внутрь мы заворачиваем внутри получается двойная горловина как у свитера вот такая вот она получится в таком готовом виде а то что мы завернули внутрь вот эту часть ее нужно перекид левать вот так к местам где мы набирали петли чтобы было все аккуратненько сейчас я этим и займусь сначала я соединяю полотно так чтобы мне проще было потом пришить все и аккуратно соединяем булавками вот он идет узор и здесь он идет узор и я его соединяю чтобы точно шло по узору и не убежал у нас никуда мало я и 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 так по всему кругу. Здесь у нас по бокам видны шовки и мы их также заправляем. И стараемся попасть узор в узор. Дальше мы берём нитку, которую вязали. Вставляем в последнюю петлю крючок и делаем так. В эту петлю крючок. Снимаем её со спиц. Берём на нижнем полотне петлю и соединяем всё это вместе. И провязываем одну. Дальше опять сюда. Снимаем её со спицы. Соединяем с полотном. И всё это провязываем вместе. И опять одну. Соединяем со спицей. Соединяем с полотном. Провязываем вместе. И так дальше по кругу. Старайтесь не стянуть это место, чтобы у вас был эластичный шов. В петлю снимаем вплотно. Берём сюда вместе. И один провязываем. И так до конца ряда у нас получается вот такой аккуратненький шовчик. Я иду дальше по кругу. Вот такой шов эластичный у меня получается. И с обратной стороны его не видно. Так как мы с вами закололи, мы аккуратненько всё и делаем. Вот так прям петлю в петлю. Раз. Все три провязываем. И ещё одно для того, чтобы шов был эластичным. И снимаем это всё со спицей. Опять сюда в петлю. В шов. Стараемся прям в один ряд, чтобы аккуратно было. Так. Петлю снимаем со спицы. Одну петлю делаем, чтобы был шов эластичный. И опять в петлю. Сюда в ряд. Сюда в ряд. Через все три провязываем. И ещё одну. Это, я сказала, кетлевать. Это, конечно, не настоящая кетлёвка. Кетлёвка делается по-другому. Но шов здесь получается эластичный и аккуратный. Нам очень нужна эластика для того, чтобы горловина у нас растягивалась. Чтобы мы спокойно могли голову нашу просунуть в горловину. Ну, и аккуратность ещё никому не помешала. Прямо петлю в петлю мы вставляем по узору. Петель здесь хорошо видно. И продолжаем дальше до конца ряда. Закончила я ряд. Теперь мне осталось вытянуть вот так нитку. И заправить хвостик. Хвостик я заправляю в этот же рядочек. В эти же петелки. Вот так. Раз. Раз. Три. Четыре. Пять. Ну и так далее. Вот такой вот шов у нас с вами получился. Сейчас я выверну, покажу, что вышло. Вот такая горловина. Она у нас хорошо тянется. Так. Эластичная очень. И аккуратно смотрится. И внутри у нас с вами всё аккуратно. Один единственный аккуратный шовчик. Это сейчас ещё он даже немножко широковато. А так он сейчас потянется и уляжется. Его вообще практически не будет видно. Но здесь я ещё не успела заправить некоторые хвостики. Всё это заправится и будет всё замечательно. И так вот получилось перед и на нём горловина. Потом сбоку у меня вот такой промежуток получился над плечом. Из... Так, не все иголки, булавки достала. Изнаночными петлями связаны. И сзади тоже вот такое же продолжение рисунка по горловине. Прям идёт от спиночки. И второй бок тоже у меня изнаночные петли. И всё это закреплено внутри вот здесь швом, который я сейчас вам показала. И так у меня есть перед спинкой горловина. Осталось мне сшить рукава, которые у меня уже готовы. Сейчас я этим и буду. Поехали.